В этот выходной 4 августа Барнаульский зоопарк отмечает день рождения. За 13 лет он заметно разросся и приютил немало зверей. Сегодня это по праву одно из самых любимых мест для прогулок у жителей города. Накануне очередной даты директора Барнаульского зоопарка Сергей Писарев в нашей студии и говорим сегодня о питомцах, перспективах и немножечко попробуем выведать сюрпризы. Здравствуйте, Сергей Викторович. Добрый день. Ну вот вспоминая 2006 год, с чего все началось? Это уже был зоопарк или все-таки немножко другое? Нет, я немножко поправлю. Действительно, если говорить о зоопарке с выполнением всех функций, которые возложены на зоопарке, законодательством, это и образовательная функция, это и познавательная функция, и главная эта функция в исполнении видового многообразия животного мира на планете, то мы официально зарегистрированы в августе 2010 года, поэтому мы отмечаем сегодня 9 лет будет нашему зоопарку. Вы пришли на пустырь в шестом году? Мы пришли не на пустырь, там был парк, там был лесонасаждение, я их так называю, там были горы мусора и был небольшой зооуголок. А вот как вы рискнули, что это 2006 год, это немножко еще отошляет 90-е, до начала 2000-х. Мы действительно рискнули, потому что первые и вторые годы, когда мы взяли этот объект с огромными долгами, там было около 3 миллионов долгов и по заработной плате, и за электроэнергию, и за аренду за землю, и мы вынуждены были очень многое продать для того, чтобы решить эти проблемы. Мы эти проблемы решили, но наступил вдруг 2008 год, и нам отказали в кредите. И мы думали, что мы потеряемся, что мы не сможем поднять этот пласт, свалившийся на нас. Но вы знаете, иногда трудности, они дают человеку определенный толчок. И этот толчок мы получили, прямо пинок по одному месту. И захотелось больше творчества, и захотелось привлекать людей, и захотелось покупать животных для того, чтобы создать настоящий зоопарк. И мы поначалу думали, что мы создадим алтайский зоопарк с алтайскими животными. То есть это было проще, собрать там леса, волк, олени, моралы. Но жизнь стала вносить свои коррективы, у нас стали появляться другие животные. Сегодня любимыми животными нашего зоопарка уже являются не обитатели алтайского края, а тигры, пумы, кошачки. Это ваши любимчики? Я хотела бы спросить. Вы ко всем относитесь как к деткам? Я ко всем отношусь, я радуюсь за появление каждого малыша. В этом году у нас появилось уже 63 питомца. Это рекорд нашего зоопарка, во-первых. Это рекорд, даже Союз зоопарков и аквариумов России на своем сайте выставил эту информацию, потому что из 59 зоопарков вот такой плодовитый год оказался только в нашем зоопарке. И это очень здорово, потому что это характеризует сам зоопарк, это характеризует нашу работу в зоопарке, и это характеризует качество содержания животных в зоопарке прежде всего. Я вот вам пример один приведу. Вчера у нас был фотохудожник из Иркутска. Он вернулся из Японии и там посетил, а он занимается съемкой животных именно в природе, в зоопарках. И он вернулся из Японии, где в Фудзи парке снимал диких тоже кошек. И он показал мне фотографии, честно говоря, мне стало жалко. Он говорит, вы знаете, я уехал просто удрученный, хотя японцы со своим отношением к природе, к животному миру, казалось бы, не должны такое показывать, но, к сожалению, ситуация вот такая. И поэтому он говорит, я посмотрел все сайты всех зоопарков, и ваши животные выглядят гораздо качественнее. Вот что касается жалко. Многие говорят, я не хожу в зоопарк, мне жалко смотреть на зверей в клетках. Нужно ли жалеть зверей в клетках? Или все-таки звери, которые родились и растут, и умирают в клетке, они по-другому у них устроены? Вы знаете, здесь вопрос ведь в чем? Я уже многим и на сайтах объяснял, и в Инстаграм, когда мне задают такие вопросы, иногда обвиняют меня в том, что я содержу животных. Я ведь говорю очень просто. Давайте не будем уничтожать живую природу, а ежегодно, вот для того, чтобы... Цифра такова, она катастрофическая. Ежегодно с планеты исчезает 20 видов животных. Это деятельность человека. Это уничтожение лесов. 20 видов животных, понимаете? И я в прошлом году проводил такое мероприятие, то есть я сделал большие фотографии и разместил их по территории зоопарка и написал о том, что вы больше никогда не увидите это животное, потому что из-за человека эти животные исчезли с лица. Это стеллерова корова, это многие виды птиц, это многие виды морских животных, которые были уничтожены человеком, и больше их никогда. Ведь многие виды тигров сегодня исчезли, просто исчезли с лица земли. Это медицина нетрадиционная, которая использовала, это шкуры дорогостоящие. Все это вина человека. Ну вот как это связано-то с клеткой из зоопарка? И поэтому люди, спасая животных от человека, они вынуждены были создать зоопарки для того, чтобы сохранить видовое разнообразие. Ведь смотрите, вот сегодня, допустим, леопард, дальневосточный леопард, всего в природе осталось 60 особей. Но в зоопарках мира находится 180 особей. И, естественно, существует программа по размножению леопарда, и мы таким образом, участвуя в этой программе, у нас тоже есть самочка и есть самец, мы участвуем в этой программе по размножению. И когда у нас появится потомство, это же наш вклад в сохранение этих животных на земле. А другого пути просто-напросто нет. И если мы хотим, если мы понимаем, и если мы грамотные люди, и мы хотим сохранить животный мир и природу, то мы, естественно, должны принимать участие в этой работе. И мы принимаем участие в этой работе. Со следующего года все зоопарки страны будут проходить лицензирование. Создаются определенные регламенты, то есть условия содержания для животных, увеличивается площадь. Есть ли такие возможности в Барнаульском зоопарке? И какие, расскажите, какие сложности? Есть, конечно же, такие возможности у Барнаульского зоопарка. Во-первых, я хочу поблагодарить администрацию города Барнаула, которая прекрасно понимает и Сергей Иванович Дугин, и другие руководители, и Вячеслав Генрич Франк, который активно принимал участие в выделении земельного участка для развития зоопарка. Это социальный объект, туда ходит огромное количество людей с детьми, с малышами. Это образовательный объект, туда ходит для того, чтобы получить определенные знания. И, конечно же, мы сегодня увеличиваем количество вольеров для копытных, это будут большие вольеры, ведь там в регламенте конкретно будет прописано. Вот, допустим, для бурого медведя, например, вольер должен быть от 30 до 300 квадратных метров, для рыси от 15 до 85. Ну, вот простой пример, так будем говорить. У нас в настоящий момент все животные находятся именно в таких вольерах, которые... Но мы прекрасно понимаем, так будем говорить, ситуацию. Мы, естественно, будем пытаться создать более комфортные условия, и мы это делаем. И сегодня, когда мы построили новый вольер на новой территории, то есть туда выпустили лам, туда выпустили муфлонов, туда... Там сегодня проживает семейство лосей, там сегодня проживают пятнистые олени. Это уже совершенно другие условия, это совершенно другое пространство, это пространство, заросшее зеленой травой, и они не вытаптывают, то есть им настолько там комфортно. Я даже назвал этот новый вольер «Ноев ковчег», потому что они там все вместе, вот, и настолько они комфортно уживаются друг с другом, это просто вот смотришь и любуешься на это. Немножко вы предвосхитили тему, которую я хотела поднять. Приезжаешь куда-то за границу и видишь огромные территории, где животные находятся в естественных условиях. Только ли финансы сдерживают нас здесь, в нашей стране, чтобы создать нечто подобное? Нет, вопрос не в финансах, вопрос в целом отношения общества к зоопаркам, потому что, вот, допустим, у нас мы считаемся одним из примеров зоопарка, который находится на самоокупаемости. То есть мы получаем, не получаем из бюджета ни городского, ни краевого. А сколько в год нужно, чтобы содержать зоопарки? Ни копейки, я не могу назвать конкретную, так будем говорить, сумму, но это миллионы, это десятки миллионов для того, чтобы содержать. И мы стараемся сделать все для того, чтобы, ну, это слагаемая такая, то есть это билеты от продажи билетов, это спонсоры, которых у нас очень много, и я не буду сейчас всех называть, потому что это будет очень долгое время, я хочу поблагодарить всех абсолютно. Но бизнес сообщества сегодня очень охотно откликается на вот эти вещи. Многие содержат животных, то есть они оплачивают полностью содержание животного. И к нам очень часто в последнее время стали обращаться предприниматели, которые говорят, вот мы хотели бы помочь зоопарку. Проводятся различные экологические акции, в этот период приходят. Мы хотели бы посадить деревья, мы хотели бы привезти вам корм. Вот на дни рождения зоопарка каждый год мы закладываем звезду. Ну а что, объединитесь, да сделайте естественные условия, как в Таиланде, в том же самом. А вот вы знаете, а я и говорю, вот когда это было 9 лет тому назад, и я сегодня хожу, а люди говорят, ой, как здорово, как красиво, а мне уже не нравится. А мне уже не нравится, потому что то, что было 9 лет назад, меня уже не устраивает. И мы, естественно, сегодня у нас уже огромные планы, мы уже думаем совершенно о другом. Причем приходят предприниматели и говорят, слушай, давай мы вот этот вольер уберем, давай мы тебе вот этот построим. И сегодня построили, и вот на день рождения мы будем закладывать звезду и открывать новый вольер для енотов. То есть, возвращаясь к моему вопросу, все-таки рано или поздно мы увидим в Барнауле огромный зоопарк, который, дай бог, что было сегодня прекрасно. Территорий достаточная сегодня. Но здесь нужно прекрасно понимать о том, что население всего Алтайского края и города Барнаула, оно таково, что мы не можем выйти за рамки, так будем говорить, вот когда мы не станем самоокупаемыми, когда нужно будет просить деньги у государства. Я не хочу этого делать. Я хочу оставаться самоокупаемым. Поэтому в Барнауле будет зоопарк, соответствующий статусу этого города. Вот если бы, допустим, тот же Новосибирский зоопарк, который получает из бюджета десятки миллионов, а я бы даже сказал сегодня сотни миллионов рублей, для того, чтобы он развязался. Но это все-таки центр Сибири, это довольно-таки большой транспортный узел, и это, конечно, сам город Новосибирск, он значительно больше города Барнаула. Не хочется сравнивать, но многие люди говорят, что Барнаульский зоопарк более душевный, нежели тот большой парк для прогулок, совершенно разные немножко у вас направленности. Спасибо. Расскройте, пожалуйста, секреты, чем будете радовать в свой день рождения посетителей и гостей. У нас огромная программа, огромная программа, которая направлена на досуг детей. Это будет детская программа. Естественно, будут конкурсы, будут призы. Будет праздничная лотерея. Все билеты, которые будут приобретаться, они примут участие в праздничной лотерее. И мы готовим призы, подарки, микроволновые печи и многое-много другого, и сувениры из зоопарка, и книги. То есть это будет... А звери готовят вам подарки? А звери нам приготовили подарки, которые вот в течение лета были, и еще двое животных готовят нам подарок. Даже не буду скрывать, потому что это уже заметно. Во-первых, нам яванская макака готовит подарок. Не уследили, папа. Не уследили, да, не уследили. Вот как только привезли нового папу Кирилла. И вот папа Кирилл очень быстро, так будем говорить, познакомился с Мася, и вот теперь у них будет потомство. И это уже заметно прям невооруженным взглядом. Поэтому все обращают внимание, говорят, а что у вас скоро у макаки будет потомство? Будет потомство, да. И мы ждем, мы заботимся о ней. И наша лама Груня, которая тоже очень... Вот здесь нужно было прям наблюдать, как лосиха ходила беременная, вот, и лама, которая тоже беременна, и она ходила рядом с лосихой и наблюдала за ней, как все это дело происходит. И когда происходили роды, она сидела рядышком. Сидела рядышком, и она ее сочувствовала. И вы не поверите, вот насколько все-таки у животных вот этот инстинкт материнский, он просто потрясающий. И когда лосиха, она не отпугивала, не гоняла ламу, потому что понимала, что это тоже будущая мама. И они вместе облизывали лосенка. Это нужно было видеть. Это действительно картины, которые нужно показывать детям, которые нужно показывать многим взрослым, для того, чтобы они изменили свое отношение к материнству и к детству. Какой вы богатый дед. Я очень богатый дед. Я очень богатый дед. И я желаю вам долгих лет. Желаю вам еще больше вот таких вот милых, пушистых и всяких разных внуков. Спасибо огромное. Мы сегодня говорили с Сергеем Писаревым, директором Барнаульского зоопарка, который в эти выходные отмечает День рождения зоопарка. Приходите. До встречи.